Друзья мои, забыл вам сказать. У нас вчера был ветродуй страшнейший. Такой вот, ну, сильный ветер довольно-таки. Да, у нас теперь был град. У нас здесь града как такового не было. Просто солнышко светит, поэтому у меня та камера как-то искажает. Ну, я надеюсь, мне нормально видно. Ну, так вот. Был ветродуй. Я вам сейчас вставлю кусочек того, что было вчера. Вот это вот пугало, которое я вам показывал, да, он там вот висит у меня. Ну, вон то вот. Сейчас я вам покажу. Где оно? Где пугало? Вон, видите, вон там. Короче, неважно. Покажу вам это пугало еще раз. Не пугайтесь. Оно мотылялось так. Многие думают, что это повешенная птица. Вот, это на самом деле пугало. Так что, в принципе, все живы-здоровы. Ну, я имею в виду, в сперматах никто не пострадал. Сейчас я вам покажу, как я сходил за ягодой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сходил в огород. Видите, набрал яблоки. Вот, целый тазик клубнички и жменьку землянички. Не знаю теперь, что с ней делать. Мне особо клубнику нельзя. У меня аллергия на нее была. Так, вот, чуть-чуть кушаю. Но, наверное, будем сейчас компот варить с мамой. Наверное, ничего не такое будем думать в плане компота. Вот, может быть, заморозим целиковую. Да, может быть, какую-нибудь там, типа, пятиминутки сварим. Посмотрим сейчас, что-нибудь из нее сделаем. Вот, ассорти какой-нибудь. Так что, доходит у нас урожай. Ребятки, у кого есть дача, пишите, какой у вас урожай. Клубники есть, у вас клубника нету. Какие сорта. Много ли набрали. Что вы с ней делаете. Мне будет очень интересно. Еще хочу вам похвастаться вот этой покупкой. Купили холодильник. Дорогущий. За 40 тысяч. Ну, чуть больше 40. Но он классный. Он музыкальный. Смотрите, здесь морозилка. Ля-ля-ля. Такие большие полки. Обалдеть. Обалдеть. Теперь много чего поместится. А то у нас вечно не хватало места морозилки. А здесь холодильник. Там, правда, уже кое-что стоит. Ой. Сейчас открою. Подождите. Ой, как туго открывается, да? И здесь тоже. Посмотрите, сколько места. Только места. Вообще обалдеть. Еле запихнули. У нас тут проем небольшой под лестницей. Вот он, наверное, как бы стоит. Да, вот эта вот дверь в туалет. В этот. В обсерваторию. Я ее так называю. А эта лестница на второй этаж. И вот мы еле-еле... Ой, там что-то висит. Ладно, не буду вам показывать наш бардак. Вот. И еле-еле запихнули. И туда же, видите, вот это вот место мешается. Потому что не открывается полностью этот, как он, створка. Холодильник. Бразильная камера. Будем что-то думать. Либо выпил делать. Либо как-то вот... Ну, что-то будем думать, короче говоря. А еще Дима полудурок. Вы знаете, что Дима полудурок? Посмотрите, что творится. Дима дорвал... Это называется дорвался пьяный до радио. Если вам видно, сейчас я вам поближе покажу. Дима поел клубнички. И понеслась аллергия. Ну, не придурок. Ну, нельзя же. Ну, нельзя. Нет, блин. Дорвался пьяный до радио, а. Ну, не идиот. Вот скажите мне, пожалуйста. Идиот. Ну, что, пойду пить супрастин. Что делать? Нормально, да? Вот так вот, посмотрите. Сейчас я вам покажу. Не знаю, видно вам, не видно. Короче, вся рука в сыпи. В сыпи подкрылась. Слава богу, на хайло не вылезла. А то был бы вообще трындец. Посмотрите. Все руки, все в этих самых. Он в мелких этих. Идиот. Полудурок. Еще вот перед входом на участок. Вот она, калитка, да? Здесь вот мы с мамой сажали такие вот насаждения. Вот всякие. Деревица сейчас вам поближе покажу. Вот, вы знаете, самое обидное, то, что вот сажали вот таких рябинок. Думали, много-много рябинок посадим. Они у нас сросли аж, вот, по-моему, до сюда. Ну, до конца нашего забора. Забор заканчивается вот здесь вот, где вот перегородка. Вот белый забор соседский, да? И вот наш темный. Вот до сюда мы сажали рябинки. И какие-то падлы, вот честно, в других слов мне падлы, взяли и повыкапывали. Мы не сволочи. Мы взяли и повыкапывали рябинки. В итоге осталось только вот четыре таких вот кустика. Таких вот четыре кустика рябиночки только осталось. Ну, блин, кому это надо было? Ты узнал бы, уши оборвал бы, вот честно. На хрена так делать? Причем, я понимаю, если бы был день захолустья. Черта города и взяли и повыкапывали. Мне мама так расстроилась вообще, я вам передать не могу. Вот. Ну, вот такие вот у нас деревца здесь тоже посадили. Вроде прижились, слава богу, нормально. Ну, хоть, вы знаете, такой вот благородный вид будет перед входом. То, что здесь вот эта вот канавка, да, я так понимаю, это... Он раньше, она раньше здесь была, это был сток для воды. Там, когда зимой снег сходит, здесь вот канавка была и так далее. Вот это вот все. Вот посадили мы с ней такие красивые кусты здесь. Сажали с ней. Вот. Ну, ничего, пусть растут. Вот и с ней повыкапывали. Вот рябинки, кому они понадобились, вот, ну, непонятно. Вот елочка вот такая здесь растет, там еще вон цветочки. Это уже вот эта калитка, а вот здесь вот ворота въездные на машине, чтобы лежать. И вот пару вот таких вот елочек и сосна. Ну, слава богу, хоть не пожелтели, может быть, приживутся, видно будет. Вот, вот, вот я не понимаю, кому это надо было вот это все выкапывать. Ну, народ у нас разный. Значит, кому-то надо было. Ну, вы знаете, я такой человек, что вот, ну, проще... В магазин, иду в магазин, а тут верный, открылся. Вот, ну, вот, вы знаете, я такой человек, вот, хотел просто договорить. Вот, ну, блин, подойди, спроси, да, дам я тебе эти растения, дам я тебе, там, на рассаду, ну, там, что-нибудь. Как бы вот уже, ну, не первый год здесь, как бы, да, и все уже, многие друг друга знают. Вот, ну, подойдите, спросите, дайте рябинок, или так далее. Мы их сажали, старались, сделали, хотели сделать красоту, взяли и все повыкапывали. Ну, не падлы, у меня тут у вас других слов нету. Ну, к сожалению, такой тоже бывает. Вот, обидно, конечно, обидно. Соседский забор здесь вот, когда-то давным-давно сгорел дом. Вот, ничего никак не могут построить, сколько он, два года назад погорел. А вот еще здесь вот такой вот, разрушенный. Он же давным-давно здесь. Я иду в магазин Верный, у нас здесь открыли Верный, я вам уже рассказывал про него. Очень удобно. Буквально в нескольких минутах ходьбы, минуты три, четыре идти. Зато не нужно идти на ту сторону города, через железную дорогу. Там, конечно, ну, центр города, я бы так сказал. То есть, тогда пока перейдешь, опупеешь, а тут и добежал, купил все, что нужно, и убежал. Вот. Сейчас мы с вами еще пройдемся. Помните, я уже здесь как-то с вами гулял, по-моему, по весне. Ну, так как сейчас лето, я вам сейчас вот еще покажу окрестности. Слушайте, ну, погодка, конечно, шепчет. Конкретно. Я вообще обожаю такую теплоту. Ну, вообще, я, ну, не сказать, что южный человек, да, но я очень люблю, когда тепло. Я вообще очень теплолюбивая такое растение, я бы так сказал. И даже если слишком жарко, для меня все равно комфортно. Не знаю, как для вас, друзья мои, но для меня я обожаю жару. Я знаю, кто-то из вас не переносит, кто-то из вас любит так вот попрохладнее, а я люблю, когда уж прям, как я конкретно. Не знаю, почему, с чем это связано, но вот как-то вот люблю, люблю. Вот, иду сейчас в магазин. У нас сейчас планы... А, сейчас расскажу на сегодняшний план, потому что все-таки видео получится длинным. Я буду его, наверное, делать в двух частях. Я его даже, знаете, как назову? Наверное, назову дачный влог, проведенный со мной, да, то есть или в гостях у меня на даче. В общем, ну, что-нибудь такое придумаю название, как его заглавить в это видео. Во. И у нас сегодня планы такие с мамой наполеоновские. Мы будем... Вот собрали клубнику, вернее, я собрал. Думаю, что с ней делать? Варенье? Ну, как бы у нас его особо не ест. Компот. Мы можем сварить компот. И тут мы решили. Мы же купили холодильник, я вам его показывал. А там же морозильная камера такая классная, и все это... И думали, знаете, как сейчас надо сделать? Приду домой, сейчас из магазина, наверное, сблондерю, разолью по ячейкам. Ну, у меня такие есть эти, как они называются, пластиковые. Специально покупали, по-моему, топовые фирма. Или Амвэй, не помню. В целях заморозки, вот именно для замораживания продуктов. Вот. Сблондерим и просто заморозим, и пусть они будут заморожены. Ну, а почему нет? И пирожок сделать. Кстати, может быть, даже сегодня приготовили ленивую шарлотку из клубники. Именно ягодную. Помните, я недавно выкладывал ролик, когда я делал из индейки, из консервированной. Может быть, сегодня, ну, может быть, завтра. Не знаю, посмотрим, потому что я буду снимать этот влог, ну, думаю, пару дней точно. Вот. Покажу вам рецепт, как можно сделать шарлотку. Именно с ягод. Вот, может, чуть-чуть такое придумаю. Не знаю. Ну, короче говоря, по-любому что-нибудь, да, придумаем с ягоди, что сделать. Потому что у нас везде особо не летят. Братишка уехал в командировку. Мне нельзя. Вот я вам уже показал, да, аллергия высыпала. Выпил супрастинчика. Вроде ничего. Ну, это называется, вот, как всегда. Дима – идиот. Дорвался пьяный до радио. Вот знаю, что. Ну, нельзя мне ее. Нельзя. Нет, блин. Целая грядка клубники. Ну, как же тазик не сажрать-то, а? Ну, нормальный человек, а? Ну, или как? Ну, вот, 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 серьезно. Вот, правда. Вот, ну, нормальный человек перед вами? По-моему, ненормальный. Ну, честно, ребят. Ну, вот, даже смешно самому. Нельзя же. Ну, нельзя. Всю жизнь ее не емут. Нельзя. Вот, ну, как в 14 лет реанимацию вызывали, откачивали, да, после того, как я ее, эту самую аллергию схватанул. Все. Вот стоит съесть две-три ягодки – трындец. Ну, ладно, давайте не будем об этом. Давайте о чем-нибудь хорошем. Вот. Так что такие вот дела, друзья мои. Я еду в магазин. Верно, сейчас я вам его покажу. Вот на маленьком экранчике вот здесь вот вы его сможете увидеть. Потому что я, как бы, сейчас покажу себя. Это сзади меня дорога туда ведет к участку. А это вот прямо, куда мы с вами сейчас идем. Видите, машина проехала. Вот. Вот что-то опять не пойму. Стабилизация включена, а камера трясется. Хрен поймешь, как с этим телефоном работать. Ладно, теперь все я буду снимать на камеру. Вот, здесь не разобрался, буду теперь на камеру все снимать. Ну, неважно опять. Вот, друзья мои, рассказывайте, какие у вас дела, чем вы занимаетесь. Пишите мне в комментариях, как вы проводите выходные дни. Вот у меня три выходных, мне на работу только послезавтра. Завтра поеду домой. Ну, возможно, может быть, поедем, когда домой, может быть, также поставлю камеру на машину и будем снимать дорогу. Потому что многие, кто меня смотрит, очень любят мои прогулки. Ну, вот, сами знаете, мой канал разносторонний. Вот он, наш верный. Недавно его открыли. И по этой дороге я езжу домой. Вот, друзья мои, захожу в магазин, не прощаюсь. Вы меня, конечно, извините за такое вот... Ну, за то, что я сейчас скажу. Помните, вот сейчас иду на частный сектор, да, черта города. Казалось бы, да, ну, как в деревне. И вспоминается стишок. Ну, вы все его помните, да, этот стишок. Я не знаю, мне так вот смешно, когда его вспоминаю или рассказывают. Это, помните, когда вот хорошо в деревне летом. Пристает, а ну к штиблетам, да. Выйдешь в поле. Ну, здесь поля, конечно, нету. Далеко меня видать. И так далее. Ну, вот, честно, вот так вот. А еще, еще у меня такое сегодня настроение классное, приподнятое, что хочется просто вот травить анекдоты. Вот, честно. Вот, вы знаете, все-таки я вам скажу, что зимой, зимой, или когда вот холодное время года не так весело, не так прикольно на душе, как вот в летнее время года, когда тепло, когда классно, когда хочется ржать, прикалываться, наслаждаться жизнью. Вот, я не знаю, почему, я поэтому говорю, что для меня лето, летний период, это что-то. Я всегда лето жду, вот, прям вот с таким вот замиранием, да, вот, вот, скорее бы оно. Ну, знаете, когда вот зима, ой, зима наступила, хочу лето. Вот оно настало, я наслаждаюсь. Блин, опять ветер дует, у меня вот это вот, вот павлиний, вот этот вот павлиний хвост торчит, у меня он подбешивает на башке. Ну, да ладно. Вот, идем назад. Все, ребятки, не подбежали. Все, ребятки, не подбежали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова